Абаскаль покинет Спартак, интервью Малышева и Амарала, новый нападающий для Спартака и возвращение Камбарова. Эти и другие новости, которые произошли со Спартаком за последнее время, мы с вами сегодня и разберем. Не забывайте ставить свой красный, белый лайк и подписываться на канал. Ну а мы начинаем. Вообще, прошедшая неделя была довольно яркая на различные новости и инфоповоды. Так, например, гендир Спартака Олег Малышев дал большое интервью РБК, где поделился своими планами и видением происходящим в Спартаке. Полностью зачитывать и читать это интервью смысла особо нет, но я бы отметил пару интересных моментов, которые я для себя отметил. Например, то, что Спартак будет придерживаться собственной стратегии и выстраивать эффективную пирамиду внутри клуба. В частности, то, что основная команда должна будет пополняться игроками из Спартака 2, которые вот-вот появятся в новом сезоне, а также особое внимание будет уделено молодежной команде. Основная цель – создать костяк команды из российских футболистов. Также Малышев прокомментировал результаты текущего сезона и будущее Абаскаля. Он отметил то, что результатом они недовольны, и то, что Спартак не должен занимать пятое место, и Абаскаль сразу после выхода из зимней паузы должен будет начать исправлять ситуацию. Иначе существует так называемый план Б. Некий список других специалистов, с которым существуют уже определенные договоренности, которые, если что, могут возглавить Спартак в случае отставки Абаскаля. Остальные вещи в интервью были максимально банальными и простыми, и каких-то там сенсаций они в себе не несли. Тем не менее, основной посыл был дан. Абаскаль находится под давлением руководства, и теперь его положение не такое уж и стабильное. Но тут довольно такая тонкая грань, и все может измениться еще до выхода Спартака из зимней паузы, но об этом чуть позже. Еще одно интервью, довольно долгожданное и обещанное, вышло у нового спортивного директора Томаша Амарала. Оно вышло довольно содержательным и крайне интересным, как по мне. В нем Томаш подробно рассказал, каким он видит Спартак, как он планирует выстраивать стратегию нашей команды, то, что не надо нас сравнивать с Бенфикой, у нас свой собственный путь, которому мы будем придерживаться. Основной целью до ближайшего времени будет являться сокращение основного состава до 24-25 человек, чтобы дать возможность молодым игрокам проявить себя в основной команде, ну и выстроить лучшую в России скаутскую систему. Для этого был приглашен и Жаким Пинту, который будет этим также помогать заниматься Амарау. Причем в этот раз будет выстраиваться полноценная командная система, за которую будет отвечать не один человек, а сразу много людей. И такой вот масштабной постройки в Спартаке уже довольно давно не было. Ведь если мы вспомним последних спортивных директоров того же, там, Газизова или Катане, то все системы выстраивались только на одном человеке, то есть на них самих. Теперь же у нас появится конкретная цель, конкретный план с единым так называемым механизмом, который должен работать. Понятное дело то, что процесс это не быстрый, но звучит это все многообещающе. В основном же у меня пока сложилось положительное впечатление о Томаше, видно то, что он говорит по существу и по делу, ну и будем смотреть, как он себя реализует в Спартаке. Надеюсь то, что у него все получится. Наверное, одна из самых горячих новостей, которая только-только появилась, связана с возможным уходом Гильермо Абаскаля в Кадис. Об этом я уже написал в своем телеграм-канале, поэтому подписывайтесь, там я буду сейчас и стараться оперативно освещать последние новости и стану нашей командой. Так вот, в чем суть? Сразу несколько испанских изданий и журналистов заявили то, что Кадис хочет назначить главным тренером Гильермо Абаскаля. 20 января Кадис объявил об отставке своего главного тренера Серхио Гонсалеса и теперь эта должность вакантная. И именно Гильермо является основным кандидатом на эту вакантную должность. Причем Кадис настолько хочет Абаскаля, что даже готов повторить зарплату его в Спартаке, а она на секундочку составляет около полтора миллионов евро. Единственным камнем преткновения является возможная выплата компенсации за досрочный разрыв действующего контракта Абаскаля со Спартаком, который составляет около двух с половиной миллионов евро. И если честно говоря, то мне как-то слабо верится то, что Кадис мало того, что готов будет повторить вот эту высокую зарплату, так еще и дополнительно заплатить эту неустойку. Неужели на рынке сейчас так мало свободных тренеров, что нужно всеми правдами и неправдами заполучить Абаскаля? Мне почему-то кажется то, что это агентские игры и так называемая ответка Маушу за план Б и за его интервью. Типа, я Гильермо, я молодец, и за мной вон стоит целая очередь команд, которые хотят меня заполучить, и вы еще будете локти кусать, если меня уволите, так как я востребован на рынке. Но это чисто мое мнение и такая вот моя додумка. В любом случае это выглядит все крайне интересно и любопытно, однако я думаю то, что Гильермо никуда не уйдет и продолжит готовить Спартак к весенней части чемпионата. Главное возвращение недели, это конечно же назначение Дмитрия Камбарова главным тренером Спартака 2. Об этом было известно еще давно, но вот теперь официально его представили в этой должности. Вместе с ним переходит весь тренерский штаб питерской звезды, в команде, где он работал в последние полтора года, а также часть игроков, с которыми он также взаимодействовал. Спартак 2 будет преимущественно набираться из молодежки и воспитанников академии, но будут и поиски других молодых перспективных игроков. Сам Камбаров уже заявил то, что будет стоять атакующий агрессивный футбол, но его целью будет являться, конечно же, подготовка молодых футболистов к основной команде. То есть по факту результат будет вторичен. Но оно и правильно, так как мы с вами уже видели, что происходит, когда игрок из молодежки сразу попадает в основу. Он становится буквально просто не готовым к такому уровню игры. Камбаров не так давно работает тренером и пока тренировал только лишь одну команду, питерскую звезду. С ней он провел 56 матчей, в которых у него 23 было победы, 13 ничей и 20 поражений. Теперь Дмитрий Владимирович будет работать в Спартаке 2, с чем я его и поздравляю, ну и буду надеяться, что он подготовит для нас ни одного футболиста для основной команды. Ну и поговорим теперь немного про трансферы. В отличие от нашей женской команды, которая подписывает практически каждый день новых футболисток, о чем я рассказывал на своем втором канале, ссылка в описании, в мужской команде тишь да гладь. Однако буквально на днях всплыла информация о том, что Спартак проявляет интерес к 25-летнему нападающему Аруки Рафу Мухико. Якобы Тома Шамарау лично заинтересован в его подписании. Известно то, что Мухико является воспитанником Барселоне и в этом сезоне провел 18 матчей в чемпионате Португалии, в которые забил 9 мячей, то есть он является лучшим бомбардиром команды. Его трансферная стоимость составляет 2 миллиона евро, однако отступные составляют аж 10 миллионов. Хотя спортивный директор Аруки уже заявил, то что Мухико не продается, но как говорится дыма без огня не бывает. Футболист достаточно интересный, но пока сложно понять перейдет ли он по итогу Спартак или нет. Но лично я не удивлюсь, если какого-нибудь нападающего нам по итогу провезут именно из португальского чемпионата. Но помимо трансферов на вход, нас могут вполне ожидать и трансферы на выход. В частности этой зимой вполне возможно нас может покинуть Телбангонда, который прямо сейчас выступает на Кубке Африки. За ним следит целый список команд, среди которых клубы из Италии, Франции, Турции, Бельгии и немецкий Вольсбург. Конечно, как всегда загвоздкой может стать его зарплата, но если Телбангонда хорошо себя проявит в Африке, то почему бы и нет? Все-таки Бангонда неплохой игрок, но пока что полноценно не зарекомендовал себя в Спартаке. Хотя, признаюсь, старт его в нашей команде был впечатляющий, но потом что-то пошел не так, и он потихоньку потерял даже место в основе. Поэтому, если последует какое-нибудь хорошее предложение от европейской команды, то смысла удерживать Телла особо в Спартаке нет. Ну и еще одним футболистом, который потенциально может покинуть Спартак, является Даниил Хаусевич. Нет, в этот раз не какая-нибудь европейская команда, все куда более проще. Питерский Зенит. После ухода кругового в ЦСКА у питерцев возникла острая необходимость приобрести левого защитника с российским паспортом. Поэтому они сейчас всеми правдами и неправдами шерстят и российский рынок в поиске такого вот самородка. Рассматриваются кандидатуры Скопинцева, Горшкова, Текнизяна и Даниила Хаусевича. Ну то есть по факту нужен человек, который будет сидеть на их лавке запасных. Шанс на то, что Хаусевич перейдет в Зенит крайне мал, как по мне. Все-таки давайте будем честны, я не думаю то, что Спартак в здравом уме будет отдавать своих футболистов одному из самых главных конкурентов в чемпионате. Даже если он будет использоваться как игрок ротации или сидеть на скамейке запасных. Мне кажется, сейчас сложились такие отношения, что любой трансфер из Питера в Москву или из Москвы в Питер практически невозможен. Новость, конечно, забавная, но я не думаю то, что она воплотится в жизнь. На этом мой выпуск новостей подошел к концу. Пиши свое мнение в комментариях, что ты думаешь по поводу вот этих вот всех новостей. Будет интересно почитать твое мнение. Также не забывай ставить свой красный белый лайк и подписываться на канал. Ну а за микрофоном был Максим. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok